Добрый вечер всем, это канал Зомби Вегас и сегодня мы играем в игру Northgard. Эта игра вышла еще в начале прошлого года, она находится, насколько я ошибаюсь, в альфа доступе. Да, на данный момент это бета доступ, это патч 0.4.7. И игра достаточно интересная, является стратегией в реальном времени. Я ее пропустил, когда она вышла, но на самом деле сегодня попробовал несколько раз уже поиграть. Скажу честно, пока что я пытался писать это видео уже несколько раз, я надеялся, что у меня получится всех хорошо победить и все такое, но получилось не сразу. Параллельно я изучил некоторые основы игры, которые возможно будут полезны для тех, кто только разбирается в игре. И для тех, кто еще не пробовал, я думаю, видео будет интересным, потому что я расскажу о всех основных вещах и параллельно поиграем, посмотрим, как оно все выглядит. В начале игры мы запускаем, но я пока играл против компьютера. Против компьютера среднего мне хватает пока, чтобы почувствовать достаточно хардкорный процесс и осознать основы игры. И поэтому сыграем так. У нас есть 6 кланов, каждый клан имеет свои бонусы и минусы. Я для начала сыграю за клан Волка в этом видео. Если понравится видео, то будем продолжать дальше, покажу геймплей за разные кланы, попробуем разные стратегии и так далее. Клан Волка, его сила в том, что он может очень быстро захватывать территории, у него юниты потребляют мало еды, которые воины. И благодаря этому можно получить возможность очень много захватывать и делать масштабную экспансию на всю карту. В игре есть рандомная карта. Рандомная карта генерируется перед каждым началом игры. И на самом деле это достаточно сильный рандом. То есть в плане того, что от того, какая будет территория рядом с вами, очень сильно зависит игра. Поэтому вам может как очень повезти, так и очень не повезти. И поэтому нужно понимать, что каждая игра, она очень уникальна. Хотя в игре не так уж много возможностей, но при этом, благодаря этому рандому, игровой процесс очень разнообразный. Просто очень. Очень-очень. Начинается игра с того, что мы строим здания. Для начала я всегда начинаю с того, что строим три базовых здания. Один дом позволяет нам нанимать больше населения. Второй лагерь разведчиков. Разведчики помогают нам раскрывать новые территории. Потому что, видите, поначалу мы видим только вот эту локацию. И без разведчика мы не увидим больше ничего. Поэтому нужно, чтобы вот такой вот парнишка бегал и все исследовал. А лесопилка, соответственно, нужна для того, чтобы добывать дерево. У нас игра заточена на том, что у нас постоянно не хватает ресурсов. У нас есть еда, дерево и золото, которые постоянно на что-то расходуются. И нужно поддерживать баланс, чтобы они постоянно были в плюсе. Потому что если их не будет в плюсе, то, если честно, ваши льва плохи. Потому что наступает зима периодически. Зима это тяжелое время, когда на вас могут напасть. Ну, напасть могут и вы, во время года. Но кроме этого, начинаются дикие бури. И очень сильно падает добыча еды и добыча дерева. Точнее, если быть точным, то добыча еды падает. А вот добыча дерева уходит на то, что мы как бы запасаемся дровами. На зиму, чтобы процепить жилье. Поэтому получается, что на самом деле, очень даже тяжело зимой выдержать. И это имеет свои последствия. То есть, например, если у ваших юнитов мало еды, то они начинают потихонечку терять здоровье. Если они теряют здоровье, они хуже работают. Наступает лето, они работают все так же плохо. И начинаются существенные проблемы, на самом деле. То есть, нужно быть к этому готовым. То есть, видите, вот с самого начала игры у меня уже еда в минусе. Сейчас я, конечно же, это все разрулю. И все такое. Но нужно понимать, что этот процесс не самый простой. Так, давайте сразу же сделаем себе воины одного. Пойдем посмотрим, что здесь. Хотя, на самом деле, можно было это не делать. У нас, на самом деле, достаточно хорошая карта. В плане того, что у нас есть плодородная земля здесь. Здесь. И еще олени здесь. Это все источники еды. На самом деле, такого еще удачного начала у меня, по-моему, не было. Это первый раз в СП. Так что, должен сказать, что нам очень повезло. Давайте победим этого волка. Так, можно одного лесруба, на самом деле, снять. Снять к обычным работникам. Тогда они не будут терять еду. Точнее, тогда он не будет уходить в минус по еде. То есть, он будет работать в свободное время. Работник, который является поселенином, он добывает еду. И поэтому, если он как бы ничем не занят, то он занимается именно этим. И это очень удобно, потому что он всегда под рукой. Может помочь другим юнитам при необходимости. Кроме того... Кроме того, добыча еды плюсовая. А, плюсовая добыча еды, это значит, что можно колонизировать земли, как минимум. На колонизирование земель расходуется еда, но со временем, если там есть специальные перечки у некоторых персонажей, которые позволяют исследовать земли за золото. Что очень даже неплохо. Параллельно пишут разные советы по игре. Вот мы здесь построили... Околонизировали эту землю, теперь мы можем построить на ней строение. На каждой земле мы можем строить ограниченное количество строений. Вот, например, на этой земле, нашей базовой, 5. Но это поначалу. Потом мы можем улучшить землю. Простите, область называется. И, соответственно, на одно здание станет больше. То есть, можно будет построить 6 зданий, в сумме. Это не очень много, но, на самом деле, на территориях, на которых много чего интересного бывает, то это очень даже существенно. Это очень чувствуется. У нас, видите, у нас много работников безделенчают. То есть, они... Если они поселяне, значит, они фактически ничего не делают. Просто бегают, еду добывают немножко. То есть, на самом деле, их можно более рационально использовать. Сейчас мы, например, построим старушку охотника. Двоих отправим сразу же у нее работать. И они будут вместе охотиться на оленей и повысят наш доход по еде, например, где-то на 3-4. Что позволит нам еще расшириться. Давайте колонизируем сразу же эту землю еще параллельно. Видите, наш разведчик пошел дальше исследовать. Его можно направить либо вручную. То есть, например, вот сюда развиваться, смотреть, куда пойдет карта дальше. Либо он сам ходит и изучает, что к чему. В принципе, здесь почти все персонажи, они могут жить своей жизнью. То есть, вы там можете не давать до себя команды, они будут все равно работать. Но, конечно же, если вручную все делать, то будет куда удобнее. Здесь панелька есть мирные жители и воины. То есть, можно вот так оперативно, быстренько всех проклассать и дать всем команды, что очень удобно. Тут отображается, сколько в каждом стране работают людей. То есть, например, у нас видим, что в прицепилке работает всего один человек, доход слабенький. Отправляем еще одному. И сразу же ситуация улучшается. Восемь дерева, сколько там, ну там, в общем, за один заход, восемь дерева, это очень даже хорошо. Копим дерево, чтобы можно было немножечко дальше расшириться. Параллельно давайте посмотрим на разведчика нашего. Его не трогают. Так, вот видите, вот у нас напали. Так, давайте помогать. Когда нападают наши земли, то, соответственно, юниты защищаются, даже мирные. И это позволяет, как бы, позволяет, сейчас секундочку, а, это медведь, я понял. Это позволяет нам отбиться, даже не имея воинов. Если у нас, например, стартовый этап игры, или какая-то локация, которую мы не защищаем на тот момент. Это очень даже удобно. Сейчас мы купим дерево, чтобы построить поля. Поля приносят очень много еды, поэтому это, в принципе, такая ключевая штука, которая очень нужна. Желательно каждой зиме, которая наступает в игре, приготовить побольше еды и дерева, потому что иначе будет дело плохо. Потому что, как только у вас начинает все уходить в минус, то, честно говоря, ситуация существенно ухудшается. Это поначалу кажется все радужно и приятно, а потом, ну, честно, я вот, первый раз, когда я играл, мне казалось все просто легко, а потом с каждой попыткой я понимал, что все куда тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Просто из-за того, что ресурсы могут, ну, обычно в играх ресурсы просто могут быть, или они есть, или их нет. А здесь они могут уходить в минус существенно. А уход в минус, ну, имеет свои последствия. Кстати говоря, в этой игре можно победить разными путями. Первый путь. Победить всех. Трех врагов в данной ситуации. Второй путь. Добыть славу. Слава – это захват областей. Слава, как таковая, это заразные достижения в игре. И нужно при этом еще построить предостроение. Третий путь – это торговля. С торговлей там тяжелая система на самом деле, но там нужно приспособиться. Еще не получалось мне какую-то стервость в сторону развиться, но еще попробуем обязательно. А мудрость – это означает по технологиям развиться. Например, ну, у нас, допустим, постоянно добывается эта энергия, которая может расходоваться на исследование. Когда мы определенное количество изучаем, например, вот здесь вот, нужно 6. Для того, чтобы изучить первую модную перочку, нужно 6 очков потратить. Каждое очко все дороже дается. Если мы изучим вот эти вот 4 модные перочки, конечно, описание мощное, я сказал. В общем, если мы изучим вот эти 4 бонусных перки, то мы выиграем. Но на самом деле это достаточно тяжело. И кроме того, чтобы изучать все это быстро, нужно захватывать специальные здания. Захват специальных зданий требует специально обученных юнитов, которые будут там сидеть и будут заниматься именно этим процессом. И, соответственно, если мы их отправляем туда, то они, например, перестают добывать дерево или золото. То есть нужно сразу же понимать, что мы теряем этих воинов, как потенциальных наших добытчиков, но они как бы нас развивают в этой сфере. То есть эта игра очень даже существенно нас позволяет постоянно делать определенный выбор. Видите, кстати, вот здесь. Если не даже команда строит, то никто строить просто даже не пойдет. Тут нужно всегда контролировать процесс. Так, давайте пока добываем, так есть. Так, у нас есть 2 воина. Побитых, правда. Чтобы они лечились постоянно, нужно построить хижину знахаря. Знахари будут стоять на базе, но постоянно будут хилять юнитов, которые находятся на нашей территории. Только на нашей территории. То есть если мы выходим, воюем где-то на других территориях, то он просто не будет хилять вообще никак. Первоначально, если он не прокачанный, то он будет в свободное время просто простаивать. А если прокачать его через технологии, то, соответственно, он будет заниматься более полезными вещами. А именно он будет... Так, давайте здесь прокачаем эту пирочку. Он будет добывать еду. То есть тоже неплохая штука. Давайте с ним захватим. Можно мансовать понемножку. То есть, например, вот так вот отвели волки. Они не умные. То есть мы их обхитрили, и все, наша территория. Ой, зима. Вот, кстати, вот. Настало это время страшное, о котором я говорил. Влага у нас добыча, в принципе, хорошая достаточно. И это позволяет нам чувствовать себя этой зимой достаточно неплохо. Так, видите, это же у нас практически... Мы вышли в ноль по расходу еды зимой. И обычно, на самом деле, это дело не самое простое. Давайте также построим хижину знахаря. Хижина знахаря нам необходима, потому что у нас юниты покоцанные постоянно. Бывают те или иные. И это очень важно, чтобы они исцелялись. Когда они покоцанные, то воины, понятно дело, умирают быстро. Если работники, то они работают хуже. А тут, честно говоря, каждый работник на вес золота. Поэтому это очень важно, чтобы они были целые и здоровые. Видите, у нас постепенно... Кстати, вот я не сказал, что в ратуше постоянно появляются новые жители по времени. Если у нас счастье плюсовое, то есть зеленое, то они появляются быстро. То есть, ну, появляются постоянно и быстро, более-менее. Если у нас минусовое счастье, они вообще не появляются. Соответственно, если нас там где-то подбьют кого-то, убьют кого-то юнита, и у нас будет счастье в минусе, то, честно говоря, дело плохи. В плане того, что... В плане того, что у нас будет... Не будет пополняться войско, не будет пополняться людьми, которые будут работать. И наша база, на самом деле, будет сгибаться очень быстро. Поэтому отмет нужно учитывать. Ну, видите, у нас начало хорошее, в принципе, у нас много добычей еды. Поэтому мы на данный момент даже чувствуем себя очень даже хорошо. Обычно бывает не так. Скажу честно, может быть, мне просто не везло, но у меня были игры, в которых я нашел первые там 6 локаций, которые оптимальны были, и в них вообще не было еды никакой. Или не было камня, например. Камень нужен, чтобы улучшать здание. Без камня или еды все процессы существенно замедляются. Поэтому, скажем так, нам повезло. И это хорошо. Так. На самом деле нам нужно строить скоро уже торговый пост. Это здание, в котором наши юниты будут добывать золото. Золото — это ресурс важный, потому что золото мы можем на рынке покупать разные ресурсы. Еда, дерево, например. Во-первых. А во-вторых, золото, оно используется для того, чтобы улучшать здание. В частности. И строить специального юнита, который есть у каждой расы. У меня это берсерк. Сильный юнит, который сильнее, чем вот эти воины. Наверное, где-то 1 на 3, скажем так. Где-то в таком соотношении, можно по силе сказать. Он соотносится. Очень крепкий. Очень сильный. Вот нас напали. Вот видите. Снова нападение волков. Наших обычных перенажителей нужно страховать, потому что они, в принципе, толпой забивают волка только так. Понятное дело. Но, в принципе, очень даже смертные. Поэтому, если знахаря нету, никто не хиляет их, то у них начинаются существенные проблемы. Давайте отправим еще одного, наверное, еще одного знахаря сделаем. Потому что обычно с одним знахарем ситуация достаточно тяжелая получается. Так, вот мы вышли в второй день. Точнее, второй сезон летний. Теперь наша цель построится. Торговый пост хочу построить. И параллельно будем захватывать земли. В частности, хотелось бы... Хотелось бы, хотелось бы. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь еда есть. На самом деле нам выгоднее сюда пойти. Ой, ой, ой. Работайте, ребята. Работать не отвлекаю. Так, давайте вот этот работяга пойдет захватывать. А, на самом деле, это территория наша. И так, без того. То есть, все отлично. И так знахарь простаивает, потому что никого чуть исцелять. Давайте отдадим ему нашего воина. Теперь он будет исцелять на двух территориях. Хорошо. Строим еще одно поле. На самом деле, это очень редкое событие. У меня еще не было такого, что было два поля сразу же в самом начале игры. Ну, круто. Вот что скажу. Возможно, это будет то самое видео, которое будет полезным, интересным. Мы даже выиграем. Конечно, не факт. Как вы понимаете, не факт, но будем пробовать. Так, наш розетчик бегает, изучает. На самом деле, можно еще одно отправить в розетку. В розетку пока что. Где он здесь? Вот. А, у нас два розетчика уже и без того. Хорошо. По карте бывают разные строения. Например, вот здесь вот. Если мы захватим эту территорию, мы получим бонус по славе. Это очень круто. То есть, мы сможем быстрее выиграть по одному из видов обеды. Это круто. Также отмечу, что у нас есть разные... Так, кстати, подождите. Давайте для начала. Сейчас еще построим себе строговой пост. Там уже займемся другими вопросами. Вот, напали у нас крысы. Крысы съели все, что можно. Не, кстати. А, нет. В этот раз он снахарь защитил. Круто. Обычно такое не происходит. Они съедают все, что есть. И ты, находясь без того, безыходной ситуации, можешь попасть в еще более плохую ситуацию. И это очень грустно. Но здесь все обошлось. Так, давайте копим немножко золото. А золото мы не копим, потому что оно добывается в минус. Хорошо. Строим в том случае строение. И отправляем двух работников добывать нам золото. Ой, я понял. Я случайно отправил одного воина. И это стоило мне жизненно моего бойца. Это очень глупо. Получилось. Наша перочка в том, что наши воины, убивая волков, получают еду. Это очень удобно, потому что еда расходуется как раз на колонизацию. Типрически мы получаем достаточно такие дешевые земли для себя. Потому что волки часто защищают территорию. Так, вот мы захватились. На самом деле, так, наши земли напали. Так, тут волки. Нормали все. Справятся. Справятся, парни. Что-то знахари у нас не хотят. Точнее, люди не хотят бы знахарями. Не знаю почему. Так, ты иди сюда. А там девочка. Достраивай здание. Давай, достраивай. Добыча по золоту минусовой. Золото отвечает за содержание зданий. Если золото будет в минусе, то у нас будет здание поджигаться. Вот видите. Вот она уже загорелась. Это не ок, как вы понимаете. Поэтому быстренько чиним и идем добывать золото. На самом деле, игра очень постоянно заставляет нас быть в тонусе, потому что немножечко расслабляешься, и сразу же вся экономика и все остальное начинает катиться, куда только может катиться, как вы понимаете. Так, хорошо. Несмотря на то, что у нас куча добычи еды, при этом юниты у нас умудряются достаточно мало получать всего, как видите. Так, что случилось? Разведчика съели. Бывает такое, бывает. Давайте сделаем себе еще, наверное, дом метателей топоров. Достаточно сильное настроение. Продводит хороших юнитов. Так, давайте, наверное, дождемся еще одного. Нет, давайте все-таки снимем у кого-то пока с добычи дерева. Дерево нужно. На самом деле, все нужно. Просто все. Здесь, видите, плюс, что территория ограничена камнями, то есть подойти можно только отсюда. Это очень даже круто. У нас появилась возможность прокачать еще перечку. У нас завоеватели, поэтому, в принципе, тут есть хорошая штука. Будем качаться в завоевании. Первая перочка увеличивает урон. Дальше получаем бонус к золоту за каждого убитого юнита за пределами нашей территории. Дальше есть крутая штука, что юниты, которые захватили чужую землю, точнее, которые сняли колонизацию чужую, получают здоровье, то есть восстанавливают здоровье очень хорошо и быстро. И еще последнее, то, что мы быстро ломаем пушки и в разы ускоряем деколонизацию. То есть мы становимся такими захватчиками яростными, что очень помогает в игре. Так, торговый пост мы построили. Давайте, наверное, рудник построим еще. Так, я понял, я перестарался по зданиям. Ну ладно, ничего страшного. Потом прокачаем эту область просто, да и все. Так, хорошо. В принципе, может превратиться воина пока. Сходим по вьюям, позахватываем. Этих, конечно, не выгодно захватывать. Выгоднее было бы волоку их за поубивать. Это кто такие? Кобальды. Слушайте, я еще кобальдов даже не убивал. Давайте сходим, посмотрим, как это выглядит. У нас есть башня, которая защищает нашу территорию. Хорошая вещь. Очень хорошая. У нас счастья 2, поэтому юниты потихонечку появляются, но не в очень большом количестве. У нас пока что знахари простаивают, поэтому давайте одного сместим на работу на ферме. Можем клонизировать эту землю, в принципе. Не скажу, что это так важно для нас. Но это граница с нашим оппонентом, поэтому было бы неплохо здесь занять территорию, чтобы мы могли уже быть уверены в том, что он к нам не подходился ближе. Так, мы получили немножечко славы. Стали сильнее. Как видите, пока что у нас здесь 10 славы, у врага 110, то есть мы пока в таком фаворе. Но это чувство обманчивое. То есть у меня очень часто бывало, что я давай-то все круто и все классно. Крысы вышли, съели нашу еду. Супер. К счастью пришло, как говорится, из ниоткуда. Так, хорошо. В принципе, из такого, что мне хотелось бы сейчас построить, это еще, наверное, порт. Порт позволит отправлять наших юнитов за добычей на моря. Параллельно наши знахари исцеляют наших воинов. Сейчас мы отправим их на добычу. Дальше там. Дальше, дальше. Кстати, мы не построили еще строение здесь. Ваши боицы получают плюс 15 атаки. То есть мы уже две пирочки прокачали на атаку. Ой-ой-ой, какие они живенькие. Я понял. Я понял. Я все понял. Кобальду быстро. Нужно с ними выйти осторожными. Скушали мы его юнитов только так. Счастье уже минусовое у нас. Из-за чего? Из-за ранений, из-за чего. Что с ним не так? Кого же исцеляют? Вообще, люди, конечно, капризны в этой игре очень и очень. Строим. Чтоб корабль ходил куда-нибудь, нужно, понятное дело, посадить в него человека. Пока что мы садить его не будем. Пока что обойдемся без этого. Нам бы сейчас желательно доход по золоту увеличить. Для этого желательно открыть... Ага. Даже так? А почему? А, я понял. Получается, что без этого, без навыка торговли, это все не запускается. Я даже не знал. Зима началась. С ними мы были готовы, так что у нас все хорошо. Ладно, давайте, попрещаем торговлю. Это позволит нам налаживать торговлю со союзниками. Как союзниками? Союзников, конечно, нету, но... Все же, все же, можно с некоторыми игроками дружить. Отмениваясь какими-то ресурсами. На самом деле, я не уверен, что хочу пока меняться. Мне пока все нужно. Так что пока ничего не трогаем. У нас еще нет рынка. Ни из таких важных построек. Все остальное, в принципе, есть. Так, не простаивай. Давай сразу же строим рынок. Нам еще... Где-то вот здесь. Рынок позволяет менять золото на более важные ресурсы. Точнее, не на более важные, а на просто дерево и еду, которые постоянно нужны. Ну и камни при необходимости. Кстати, мы с парнем построили каменоломню. Это большая ошибка. Сейчас все сделаем. Видите, по дереву у нас, конечно, пока доход слабенький очень, потому что зимой дрова. Все уходит на дрова. Хочется убить кобальда от этого садика. Звые кобальды. Звые, звые кобальды. А ну давай. Сюда. Коварство. Я хочу того убить, одного, который съел моего. Все, убил. Каса уолен. Наше нападение ухудшило отношение с кобальдами. Да, они были как-то уже и так. Несильно хорошие отношения эти. Когда эти кобальды ломали мои здания. Так, давайте одного отправим на рынок. Юнита. А второй пока пусть помогает. Домов не хватает. Для домов нужно дерево. Мне, конечно, не выгодно продавить все ресурсы для рынки. Но в случае, если чего-то очень не хватает, конечно, это вариант. Давайте, наверное, соорудим себе немножко, небольшое войско. У нас уже золота хватает, в принципе. Можно тоже потихонечку еду покупать. Ты и ты. Вы. Давайте сюда, ребят. На желтом нападать это опасно, потому что он сразу же начнет воевать с нами. Тут нужно убить медведя. Ни за что. Просто так. Он даже ничего не даст нам территория это. Поэтому можно не трогать. Нам даже будет, на самом деле, пойти в ту сторону. Тут есть и руины, которые позволят нам добыть чего-то интересного. Так, у нас разведчик есть. Что-то исследует еще. Хорошо. Остание, ждай, стритера. Я вот тоже смущен по этому поводу. А все дело в том, что у нас знахари должны переквалифицироваться. Один. Точнее, он всего один, на самом деле. Но все же. Надо дом построить. Это устроенная необходимость. Давай, давай, где домик построим. Вы здесь нападаете на волков. Отлично, можно их вот так манцевать. Расманцевать. Отвели раненого юнита. И все, наша территория. Опять, эти драугры, они, в принципе, безобидные, но периодически нападают на территории наши. В таком случае очень неприятно получается. Потому что они сильные. Могут по-хорошему очень навредить нашей базе. При желании. Так, давайте. Нам скоро нужно будет построить берсерка. Для этого нам необходим металл. Металла у нас нет пока, поэтому я думаю, нужно будет его купить и золото. Ближайший металл я вижу вот здесь есть. Железо, точнее. Хотя вот еще есть. Точно. Все супер. Захватим и заберем себе. Вот видите, уже пошла как колонизация у нас. Вражеская. Вражеские вояки нападают. Давайте здесь тоже поставим башенку. И вот здесь, например. Нападать. Нападать. Так, но к сожалению, пока он не станет обычным работником, не сможет помогать по ремонту. Так, здесь земля не колонизируется. Пока что нет. Нашего разведчика еще убили. Вообще все бедово пока что. Сто добыча хорошая. Добыча хорошая тоже неплохо. Потихонечку развиваемся. Но проблема в том, что развивается оппонент лучше, чем мы. Хотя вот пока что мы лидируем по развитию. Все остальные сейчас встают. Кто-то уже прокачал первый обглаж. Кристинина, а ты вообще кто такой? Ты же вообще должен где заниматься? Или здесь вот? Почему он там бегает? Давайте отправим его поработать. Че он убедельничает-то? Пусть ее строит. Вот эта Таня. Так, хорошо. Давайте построим еще себе биоварню скоро. Но пока для начала можно улучшить ратушу. Нет, но единственное, чего не хватает для ратуши, это построить рудник. А для рудника нужно развить область. Вот так вот. 30 камня достаточно хорошо. Возможно немножко усилиться. Я пока так и не понял, зачем люди в рынке. То есть они ничего особо не делают. Просто сидят там и вообще ничего не меняется. Тариф тоже самое на покупку-продажу. Такая бессмысленность. Травим одного человека на корабль. Пусть плывет, добывает ничего-то интересного. Рейд. Рейд за славой, давай. Вперед. Вперед. Защитная башня построена. В принципе, можно этого июня превратить в воина. Каждый год будет холодным. Нужно будет очень много дерева и еды. То есть мы сейчас должны запасаться. нам бы на самом деле сейчас золота поднять больше. Тогда можно было бы давайте покамять тарифы плохие. Кобальды хитрые, конечно. Неплохие тарифы предлагают, но это кобальды. Они предлагают камень нашу собирать. Ладно, нам нужен просто берсерк. для берсерка нужно много ресурсов. 150 золота. Камень отсюда. Я бы сейчас захватил, но проблема в том, что уже захватывать собираются. Ладно, давайте рискнем все-таки. Просто очень хочется добыть себе и развить эту территорию. Нам бы, конечно, на самом деле к зиме накопить еды и дерева хотя бы по соточке. Чтоб хватило. Здесь двою нет боевых. На самом деле можно пойти немножко поднапрячься оппонента начать деколонизацию. Бери от умини. Немножко навредили им. Так, а там я смотрю, нас захватили нейтральные войска. Даругры решили напасть. Неприятная ситуация. Неприятная. Причем они еще сильные к тому же могут на самом деле навредить. очень сильно. Ладно, давайте развиваться дальше. Но немедленно отвоевывают наши земли, то есть мы еще успеем отбить и таким образом не потерять деньги за рудник. Давай, быстрее, быстрее сюда. Конечно, мы отобьем. давай, брось. Фух, отбили. Видите, с потерями, конечно, но отбились. Тяжелый контролик, много территорий. Юнитов строить не очень выгодно, потому что они начинают много потреблять. но если не строить, сами понимаете. Так, нужно улучшить себя по-хорошему базу. Но я боюсь пока что, потому что дерево у нас очень мало останется в таком случае. на дерево зимой, пригодится. Так, давайте, с работой. Нужно накопить хоть немножко, потом сможем развиваться дальше. Видите, враги развиваются медленнее, но у них все как бы более-менее равномерно. У нас хаос пока. Дальняя территория желательно поставить башню какую-то, потому что иначе дело будет плохо. Сейчас возьмем посидонина нашего, отправим сюда строить. А вот метатель-это провод отправим сюда, потому что это как раз среди на наших локациях и можно быстренько перегреваться на любую из позиций. Так, поселяне у нас уже не помещаются, приходится. Блин, ну по идее вообще не хватает, но как же так-то? Все работают. Нет, здесь не все работают, смотрю. Кознаха, чем занимаешься? Охотники работают, торговцы работают, все работают, а доход по идее один. Это смешно просто, на самом деле. пир не хватало устроить. Устроим пир и все, можно сдаваться. Давайте, наверное, построим пивоварню, не, давайте дом построим. Да, это устроя необходимость есть. Начнем с этого, а потом уже дальше. Плюс ставить башню далеко от территории врага, что башня обстреляет всю территорию, то есть мы получаем возможность накосы отверговать еще до того, как они добегут. И плюс, куда проще получается добраться до земли. То есть, например, если мы здесь поставили с краешка, то нам куда быстрее добегать. По идее начались проблемы, как видите. На самом деле, можно снахаря поставить на ферму, чтобы он помогал. Пока что немножко увеличит наши доходы по еде. Рынок простаивает. Торговый путь невыгодный, если честно. Два золота со шесть еды, так себе. Бывают четыре-шесть там разные такие комбинации, вот интересно. А два-шесть, да, очень-не очень. Второй домик. Так, зимой он будет пока. Так, ага, припадем. Здесь, к счастью, оказался и воин, и дательство порог живой. Практически полностью. Это хорошо. Селянец строится. Дерево, что же с деревом такое? Тоже расход дикий. Просто дикий. Лютая зима началась. Дерево топол битая, а вот целое это, я смотрю, вообще беда. Точень, еда. Еще эти демоны зимой нападают. Вообще, капец. бежим, ага, то. Ну, эти-то вторым не справятся, конечно. Вот там еще пошли на меня нападать, не травы. А, там тоже вроде какие-то напали. Нет, ты убегай, тебе оно не надо. не надо. Ну, дело плохо. Здесь мы вроде бы справляемся, конечно. У нас на дерево не хватает, нигде не хватает. Счастье в минусе. Войска не строятся. В общем, все не в порядке, если честно. На самом деле, пока его убирать не будем. Пусть будет здесь. Давай, бей его. Бей. Бей. Блин, у нас земля. Приходится отдавать ее просто. Там, конечно, ничего такого ценного не было. Наш рынок забрали. Еще счастье минусовое. Ну, я вот, не знаю, постоянно что-то происходит не так в этой игре. Вроде бы уже начинает получаться, а потом такой бах. Чуточку проходит времени, и ты понимаешь, что все уже очень плохо. Ладно, давайте одного шахтера снимем. Поставим его на... На что поставим его? Наверное, на знахаря. Пусть исцеляется их, а то он нас, видите, жалуется. Люди. Больные всем. Все плохо. Давайте, наверное, сейчас вот... Сколько там стоит стать юнитами? Стать воинами? 25. Сейчас пойдем отвоевывать свои территории. А ведь там здание горит. Кстати говоря... Не успеем, что-нибудь по всему. Или, может, успеем еще? Не успеем. Тяжко, вот начинаешь понимать, как что устроено, как все работает, но потом... Все идет не так. Ладно, не работай, пока там. Так, давайте вот этих фермеров отправим сюда. Ну, давай, что иди. Все, идем воевать. Втроем. Идем завоевывать территории. Так, куда пойдем? На красного? Или на желтого? Давайте на желтого. Отомстим за то, что он сделал. Ой, вообще красный щим это я смотрю по ним ханечкам. Я нас обогнал уже по развитию. Давайте хвалить толпой. Каждого по одному. Ну, захватили. Сейчас будет у нас, наверное, еще запас по развитию. Давайте, где-то поставим этот камень. Здесь, например. Так, хорошо, у нас есть строитель. Давайте построим снова башню где-нибудь вот здесь. Отправим этого строителя именно туда. Давай, сначала по сюда построим. Все, у нас новое счастье плюсовое. Наконец-то. Конечно, еда минусовая. Потому что наши... Наши добытчики, они сейчас занимаются войной. Войной. Но при этом... Но при этом. Так, хорошо. Давайте отбиваем у них землю и уходим отсюда просто. Все, отходим. Наша цель бы вам попортить им жизнь. Так. Еды уже не хватает. Давай, тыстраивай быстрее. Все, иди на ферму работай. Так, этого мы добыли уже достаточно. Иди тоже на ферму работай. Что такое происходит? Давайте помешаем. Так, ну и да, плюс вышло уже хорошо. Давайте улучшим инструменты нашим юнитам некоторым. Давайте прокачаем технологию. В частности, давайте прокачаем, чтобы мы быстрее исцеляли юнитов. Что очень важно, потому что мы утвоюем постоянно. Так, ты работничек уже пока наработался. Иди теперь работай там, насыщай технологии. Так, ну хотя бы у нас плюсовая, все уже хорошо. Уже радуется хоть что-нибудь. Так, у нас... Угу. Сейчас построим себе сразу же пивоварню. Она позволит нам немножко увеличить скорость постройки юнитов. Параллельно копим золота. Торговый путь получше не открыли, еще нет. 2-1, 2-1. Такое. Очень грустное. Снова вайки нападают, гады. Ну, не гады, скажите мне. Судя по экономике противников, у них такого нету. У них все ок. У меня же постоянно такое происходит. Давайте улучшаться скорее, потому что я чувствую, что без улучшения все закончится плохо. Почему не строятся? Минус. Ратуша получше уже нужно. Ёлы-палы, ну что ж такое-то. А, вон, качество жизни улучшает, улучшение дома. Может они из-за этого жалуются постоянно? Давайте лучше на ратушу. Чтобы они не жаловались уже. Можно еще дома улучшить, если честно. Давайте делайте их счастливыми работниками. Так, у нас 2 бойца есть. Горняк, я понял. Ты уже все, отслужил. Ну, иди тогда работай где-нибудь. Где ты будешь работать? Где-нибудь. Иди добывай там ресурсы пока что. Каменоломня, если я все добываю, то можно ее ломать, потому что она не будет расходовать золото лишнее. И все равно толку нету. Он только занимает лишнюю территорию. Так, стоп. Горняк, иди вот сюда уже. Да? Все? Да, теперь он будет мудрец, он будет нам изучать, понимаете, технологии, будет быстрее все происходить. Так, я бы хотел, честно говоря, вот сюда прийти. Давайте, наверное, этим вопросом займемся. Наши здания рушат. Мне кажется, как будто игрок играет против компа и против разных фандомных событий, в то время как компьютер играет просто против только игрока, потому что у него все обычно хорошо. Не замечал особых проблем, может быть, я пока еще не сильно разобрался, но реально играется тяжело. Охотник, я смотрю, там уже без дела стоит. Он же олень бегает. А, я понял. Это не к тому, что... Ремонтировать нужно. Ну ладно. Охотник, я не знаю. Ремонтируй. Сходи сюда. Тоже. Добыча минусовая. Давайте же победим их. Холодно. Холодно дерево нету, как обычно. Землю завоевали, а пока нет возможности ее забрать себе, потому что еда нулевая. Просто нулевая. Нужно накопить и улучшить себя это строение. Так. Она тут возвращается. И хотя бы подхиляют. По-моему, один оппонент получил звание второе. Здесь работают, здесь работают, здесь работают, здесь работают. Пока ждем конца зимы, что ли. Давайте, наверное, улучшим ресурсы, точнее, добычу лесорубов. И ждем. Копим. Так, но пиовары не сильно помогут остаться, если у нас никто не работает. Пусть едет уже добывает на металл, железо. Второй пусть становится разведчиком. И идет разведывая труины. Что второе там делает, интересно? Нет, нет, второе, послушаю, на корабль идет. Дадим еще одному бойцам на кораблю. Так, сюда. Может они быстрее будут добывать. Славу. Хочу славу больше. Больше славы. Так, давайте. Да-да, сделаем. Давайте еще плюс три, к счастью. Надеюсь, поможет нам немножко. Если наш боец умер, к сожалению. Грустная история, конечно, но это так. Так, снахарь, короче. Идти с нами с воином и пойдем воевать. Это просто нереально, играть. Еды не хватает, несмотря на то, что добывают просто все, кто только может. Кто там уже напал. А ну, идем. Мы идем разбираться. Это эти паскуды. А ну, сюда. Сюда, враги, вражины. Оно еще и бросается на нас. Где ремонтирую это все дело? Ух, убили его, хоть и спели. Уже хорошо. Фух. Так, все, у нас добыча реанализовывать, благодаря тому, что юниты умерли. О, мы нашли. Нашли немножко ресурсов. Счастье встало плюс вам. Давайте, чтобы счастье стало еще выше. Отправим разведчика. Это бывает нам. Счастье. Если можно так сказать. Так, идти временем. Продолжаем. Так, у нас, судя по всему, сейчас быстрая добыча идет. Точнее, быстрая постройка юнитов. Да, очень быстрая. Хорошо. У нас нету знахря. Давайте его сделаем. Из одного из охотников. Здесь давайте лучше здание. Максимально быстро. Добыча, добыча, добыча. Судя по всему ключику успеху, это именно улучшение всех строений. Насколько я понял. Давайте проверим. В том числе и домов. Увеличивает качество жизни. Давайте увеличим качество жизни. Пусть радуется. Пусть этим нравится. Так, знахарец он себя исцеляет. Отлично. Так, два знахаря есть. Хорошо. Они чем-то занимаются полезно. Может быть они всех выхиляют, все будут счастливы. Я очень надеюсь на это. Так, здесь давайте продолжим добывать. Оставай всего одно железо. Наши слабенькие юниты умирают. Видите, у нас обороны в этот раз нет на внутренней стене. У нас все плохо. Ка-нахаре, уходи, уходи, уходи. Вообще все плохо. Видите, я просчитался просто. Обычно я строю оборону разноплановую. А здесь я решил ограничиться только несколькими пушечками. Ну ладно, я думаю, справимся. Все, фух, отбили. Отбили, но к сожалению, у нас все побитые. Нахарь не хочет работать теперь. Почему-то. Давай, работай. Ты же знахарь. Их сот в конце концов. Жители, давайте, давайте, давайте. Кабанчикам. Добычу еды усиляем. Тут никого нету. Тут никого нету. Это вообще ломаем. Ты, иди, горняк. Иди, помогай добывать еду. Все, у нас есть уже ресурсы. Давайте улучшаем вот это строение. Теперь не хватает всего остального. Почему? Непонятно. Где делал соработник, торговец? Где делал торговец? Непонятно. Пусть идет, работает этот парень. С нахарь. Давай. Не ослабляйся. Части нету. Пивовар. Иди, помогай по золоту. Все. Все, наводилось. Вроде как. Торговый путь. Что еще торгового пути? По славе мы, конечно, уже отстаем капитально. Ну вот, можно 6 еды менять на 3. Этих дела. Давайте вот так вот допустим. Будем 6 дерева менять на 3 золота. Это уже неплохая, в принципе, сделочка. Так, лечение знахарь, мне ни к чему вообще абсолютно. Лечи наших лесорубов, что ли. Крестьян вообще на самом деле надо лечить. Чтобы еды больше не добывали. Вот люди уже вроде счастливы должны быть. Сейчас мы еще улучшим строение. Вот это сейчас. Шека мне не хватает. Давайте рынок построим, что ли, в таком случае. Кто-то расстроил лесоруб. Вообще умер. Я не знаю, вот. Мне... Покорять не тяжело удается. Я ничего это не понимаю, мне кажется. Чего-то важного. Детатель топоров. Все в минусе, просто все. Все, что может быть в минусе, оно в минусе. Клан голодает. При том, что все работают. Добывают еду. Почему, непонятно. Ладно, давайте отменять торговлю. Пусть дерево будет больше. Так, давайте посмотрим, что. Все без понятия. Что-нибудь делаю, все равно не получается. Экономика на лайки хорошо. Игра интересная. Мне нравится игра. То есть игра сделана очень интересно. Хотя она и простенькая, но... Реально прикольно играется. Но... У меня просто не получается пока что. Просто не получается. Пивовар. Почему там... Почему пивовар там ходит по берегу и смотрит на воду, скажите мне? Вообще не понимаю. Так, давайте смотреть. Контакт установили с кем-то еще. Крестьяне работают, эти работают. Мореходы один всего. Почему-то хотя бы два. Иди тоже охотиться. В конце концов. Что здесь? Рецепилка. Давайте улучшать. Камень. Почему, блин, никто не строит это здание? Давай, быстро. Все, как-то уже экономика немножечко наладилась вроде бы. Сейчас нужно быстро превратить все это дело в конфетку. И побеждать. Юниты у нас строятся благобыстро. Это хорошо. Но... Национально использовать их пока не получается. Здесь мы где-то бьют. Давайте пойдем поможем. Ну, как поможем, мы поняли, как. На самом деле, нужно сначала построить себе этого глибного юнита Берсерка. Давайте для этого. Сейчас. Так, работай. Кто там еще? Ну, иди работай. И зима наступает сразу же. Только все начало налаживаться. По секундочку. Сразу же начинается зима. Может, подраться с ними, что ли? Все там качаются дальше. Мы тоже качаемся, но, к сожалению, все происходит очень медленно. Снимешь кого-то с добычи, все сразу же начинает уйти в минус. Если пилку кушать можно? Можно. Еще камней не хватает. Начинать с еды, на самом деле. Еда это самое ключевое, на самом деле. Так. Уже дерева не хватает. Ладно, все. Была не была, надо улучшать. Вот что-нибудь. Ты знахарь, иди добывай дерево. Почему знахарь вообще здесь ходит, я не понимаю. Бред какой-то. Так, тут один каменный добыватель должен идти. Знахарь остановиться. Клан голодает, ну что поделать. Ничего не скажешь на это. Тяжелая игра. Тяжелая. По крайней мере, тяжело удается. Помню, как я начинал в The Air Billions, то оно как-то удавалось приятно, легко. И так постепенно все изучаешь, вообще даже быстро. И радуешься, нравится. То здесь как-то оно все так более депрессивно получается. Потому что экономика сама тебя рушит. То есть даже не враги. Враги-то ладно, там врагов объединить, так сложно. А вот экономика. Так, давайте. Давайте увеличим прирост населения. Пусть они вообще летят к нам как муки. Плохое сравнение на самом деле. Очень странное. Пусть не летят так. Голодающий членок Катриана. Ну пусть голодает. В пик с ним, ничего страшного. Пусть поголодает немножко. Скоро закончится зима, будет кушать. Так, ты. И работали на лесопилке. Ну и это что, у шаридера? А, уже кто-то работает на лесопилке. Хорошо. Все, все здания чем-то заняты. Уже умер кто-то. Кто умер? На лесопилке умер бывший работник. Ничего, подменим. Быстро подменяем. Давайте, кого еще улучшим. Всех христиан давайте улучшим. Все, улучшили всех христиан. Обыча пошла. Все, надеюсь, на нашей улице тоже будет счастье. Здесь много раненых, мы больны. Так. Хисоруба лечит. В первую очередь. Иди тоже. Будешь исцелять наших работников. Так, вот, всего хватает. Их хватает камня. Что-то он грустный такой. Давай, добывай. Вот реально, что он грустный. Давайте его полечим. Если он такой грустный. Горняк. Давайте же уже увеличивайся. Счастье. Счастье, величия. Давайте воина этого... Нет, нет, дорого получится. Не будем воина делать. Обычным жителям. Иррациональные отраты. Так, там добывают. По еде более-менее. Пошло все получше уже. Все, дерево полетело вверх. Наши земли напали. Ну, это мы носили. Крестинин. Так, хорошо справились. Наши три супер воина справились. Давайте накопим золото на то, чтобы построить себе. Кстати, можем уже продолжить торговый путь, на самом деле. Вот такой вот. И золото увеличить доход. Это тоже хороший план. Похоже на хороший план, по крайней мере. Давайте улучшать ферму. А, там видите, вот. Сейчас появятся там. Эти слые юниты. Здесь тоже появятся, на самом деле. Так, что тут? Можно улучшить дом еще. Нет, не хочу. Хочу улучшать добычу какую-то. Там уже нападают. Мне кажется, мне порой кажется, что эта игра реально... Ты играешь путев компьютера во всех его проявлениях. Вот снахарь, вот. Почему вы сюда бежите, скажите мне? Ну, вот не... Я дал команду. Ну, понятное дело. Зачем мне там снахарь сдались на том конце карты? Иди. Иди работай. Ты иди чини. Чини башню. Все, сейчас мы сломаем его. Строим в себя такого же захватчика. И пойдем сейчас быстро всех захватим. Пьем, победим и все такое. Где-то наш работник. Почему он добывает? Ну, честно, я вот не понимаю. Что-то в этой игре не так. Вроде бы все хорошо с одной стороны. А с другой стороны что-то явно не так. Почему снахарь здесь ходит? Ну, иди же туда уже. Вот, не появились эти демоны. Так, вы, убегайте. Убегайте, убегайте. Я же ценю желание этих унитов помочь в ситуации. Но, это ни к чему. Юнит там нельзя выделять. Можно как-то по одному вот так вот проклассывать. Все, счастье растет, да? Уже строится. Хорошо. Ладно, я, честно говоря, не сильно понимаю, чем занимаются мореходы там. Потому что давайте прерывать поход. Пусть лучше он добывает нам счастье. Счастье в жизни нам необходимо. Прерывать поход. И он готов был. Ну, нормальная тема. Так, давайте лучшее строение. Вот. Улучшили. Ты сразу же идешь, помогаешь там. Идешь? Идешь. Так, воины здесь пока стоят. Обороняют. Так, ты. Ты там не ходишь, не трешься? Ты идешь. Добывать еду. Которого мне не хватает почему-то. Несмотря на все мои старания. Все голодные ходят, грустят. Хватит дома лучше. Радуются все. С лучшим еще это дело. Псих хватит, конечно. Ресурсов. Надеюсь на это. Так, все. Вышли. Никакого больше похода на море. Это грустная, бесперспективная тема. Так, вот ты. Работать там. Ну, сонятное дело, ты мне не сдался никак вообще в этом защите. Че эти гады мешают? Ну, че они как-нибудь пристали? Нечастного, слабенького юнита, у которого... Точнее, игрока, у которого меньше всего. Слава. Тяжко. Давайте, блин, цель. Убивать. В самом деле, иди, почини сначала это дело. Тебе башни построю. Тиханул. Кто там, у кого еще у нас много? Снархари еще, пусть улучшенные будут. Вообще, давайте их улучшим, кроме этого. Куда камня мало? Камня мало, это, конечно, неприятно. Так, вы. Бойцы, давайте там, снимайте, сделаем. Сниматрясение. Скоро загорятся здания, значит. Так, где второй? Ты. Иди добывай еду. Где еще ингрессивен? Корняк работает. Пивовары работают. А этот, где делался уже? Вот он, понятно. Иди работай. Вся игра на каком-то принуждении построена. Приходится все оставлять работать. Давайте здесь башню поставим. Вот здесь, в самом краю. Наверное, пролетело уже, следует наше территорию. Или что такое, не знаю, что страшное. Страшное и ужасное. Облетается наше территория. Ладно, походу у нас не садались, я смотрю, на воду. Давайте улучшать то, что есть. Поля здесь улучшены. Здесь не хватает камня еще. Ничего страшного, скоро будет. Так, а вообще можно улучшить всех. Все. Больше золота будет добавить. Давайте пусть добывают больше золота. Хочу их еще улучшить. Не жду, конечно, чуда, но все же, может, лучше будет. Пока стоим по технологиям. Можно сказать, капитально. Давайте отправим еще одного крестьянина на разведку. Ты иди разведывай там. Ага, не может. Все. Нужно ушать теперь. Дальше не хотят. Ладно, все, значит, не идите никуда. Будете добывать ресурсы. Какие-то. Видите, в рынок, я не знаю. Какой-то толк, я честно, я так и не понял, но пусть будут. Что-то благословение получается. Получает. А у нас все плохо. Вот, давайте, наверное, пойдем. Вы работаете, а вы там нет. Вот отсюда, ребята. Ребята, торговцы. Давай, один сюда. Что там, непонятно, что-то делаете. Будешь ты метателем топоров отныне. Хотя ладно, у нас добыча по золоту хорошая наконец-то стала. Не будем этим заниматься. Пусть. Может, это благодаря этим. Торговля, торговец. Может, нереальные деньги приносит? У нас наконец-то все хорошо по дереву. Вы отходите. И наши бойцы. Ну, быстро сюда. Так, я вижу, горняк там уже поработал, а теперь он вместо того, чтобы чем-то заняться, поэтому... Так, вы сюда. Быстро сюда. Ты ломаем твою каменоломню в толковую. Ты бы все уже сделал, что мог. Что-ли, на кораблю отправить уже. Есть общая армия, сделаем. Пусть не расслабляется. Нет, ты там. Давайте сделаем из него воина в скором времени. Пока почти да немножко добудет. Еще. Захватим вот это вот. Там будем разбираться. Собственно, башни в слезанной территории. Нет. Не одна. Сейчас пойдем штурмовать этих. Корняк. Иди, на самом деле, добывай. Добывай нам технологии быстрее. Так, вот. Очень скоро. Нет, не очень скоро. Мы металл потратили вес на улучшение этих юнитов. Эпик фейл. Просто эпик фейл. Ладно, делаем тогда мощное войско. Куда пошла? Ну, давай. А, я понял. Лимиты достигнуты. Давайте вот так вот. Все. У нас куча воинов теперь. Куча воинов начинает стараюсь землетрясение. Отлично. Отлично. Ремонтируем. Сколько зданий? Три. Что еще там горит? Иди, ремонтируй. И это, иди, ремонтируй. Все, наше дерево, которое было бесподобным, теперь снова в очень плохой ситуации. Давай же, лето уже, лето. Ждем лето, так как никогда просто. Все, починили? Все, молодец. Иди дальше, работай. А ты иди дальше, сюда работай. Ладно, порт мне не понравился. Давайте, сломаем вообще. Просто сломаем. Идем захватывать. Вот таки убили нашего, и солдата. Не ломают. Без этого, без того вояки мы не пройдем. Ладно, давайте покупать, что ли, золото уже тогда. Снахарь, что ты здесь стал вообще? Иди. Здесь мне достроили башню, посмотрю. Ну, давай, иди достраивай. Иди становись обычным жителем. Все, иди достраивай. Хорошо, нас напали. Наши пиовары пошли бороться за счастье. Это нормально минусует, конечно, точечно. Понимаешь, что я сам не отошел, но все же. Все, отбились. Знай, иди сюда. Ну, вы поняли, у меня уже пошло все наперекосяк. У меня уже мораль понижена после того, что происходило в этой игре. Уходит уже хорошо. Спасибо и на этом. Давайте еще наверное ударим по золоту. Лучшим это здание каким-то чудом надеюсь. Все камни немножко. Это очень дорого, это 5 за 200. Просто жесть как дорого. Иди сюда. Заполним, значит иди сюда. Ты кто такой? Нахарь. Ты тоже. Ты воин. Окей. Вот воин. Где второй? Тут воин второй. Хорошо. Почему он бетельный сейчас грызьми? Почему он не там? Наконец-то. Добыча пошла хорошая всего. К сожалению, это уже поздновато немножко уже все развиваются очень хорошо. Теперь нужно хорошенько постараться, чтобы их догнать всех. Ладно, давайте, учитывая, что здесь нужно сколько? 5 всего. 5 металла. Давайте купим 5 металла. 250 золотых. О, все, купили. Хорошо. Добыча хорошая. Теперь просто сождем. Все, пойдем камень добывать где-нибудь. Где-нибудь пойдем камень добывать. Так, ты сюда. Ты сюда. Здесь. Ты посередине наедостраивай, ремонтируй, там не знаешь, что ты делаешь. Ремонтируй. за дерево. Так, отремонтировал. Перей, вот там вот. Ты, вот сюда. Строй. Я понял, что территория без башни это очень плохо. Это очень плохо. Еще крысы напали. Ну, конечно, у кого же без крыс еще. Наконец-то по идее добыча пошла хорошая. Не знаю, как так произошло. Каким чудом. Давайте устроим пир. Устанем добычу всего. Можем улучшить кому-то инструменты, но нет. Не стоит этого делать. Просто плохая идея. Это просто очень плохая идея. Так, что здесь? Хорошо, есть жители. А ты занято. Хорошо. Здание безработника. Какие наши пивовары царские? Вот один есть. Где второй? Где второй? Оно иди сюда. Так, пир устроили уже. Хорошо. Уже все радуются. Потихонечку развиваются. По идее, благодаря пирам они и прокачиваются эти наши вороги, потому что по-другому я объясню это не могу. Они быстро это делают. пирж продолжается. Все счастливы, все строятся. Построятся еще селенины и мы будем атаковать. Пойдем камень добывать. В частности, вот. Куда мы пойдем? Надо сюда пойти, на самом деле. Пытаться по технологиям выиграть. По своей в реале выиграем. Давай же, давай же, давай же, быстрее. Так, что здесь? Четыре золота со шесть дерева. Можно, на самом деле, за еду это сейчас делать. А, они пошли губкобальтов схватывать. Самое время врываться. Все, пошли. Идем врываться, помешаем как раз. Хотя, на самом деле, не помешаем. Не, не помешаем. Давайте, не пойдем. У нас лимит по дереву, давайте построим себе склад. Склад увеличит добычность еды. Кобальтов победили. наверное, странно. И давать не так. Давайте вот здесь построим, вот эту территорию улучшим. Глянь, и так улучшено. И так улучшено, видимо. Ладно, тогда пока ничего не будем строить. Так, а вы идите, деритесь, уже в конце концов. Еды куча, надо захватывать территории. Давайте откроем пир еще один. Клонисируем территорию. По силам превратим в воинов. Одного и второго. Так, Так, вы сюда, по силамин, и добывай нам сюда технологии. Мы нападаем потихонечку. Так, территорию захватили, строим здесь башню защитную. Здесь вот сам краю. Наша войска движется дальше. Будем бороться с валькириями. Вот это уже нам увести. Тяжело с ними драться, я смотрю. Я понял, они очень сильные. Мы очень сильные. Ладно, сколько сделаем еще. Ну, пока мы там дрались, конечно, нас напали сбоку. Что требовалось предугадать. Да ладно, у нас всего куча на самом деле. Нам нужно только поселяние. Идите, превращайтесь в воина. Надо построить еще лагерь щитоносцев где-нибудь. Вот здесь, например. Ты иди строй. Надо до воина появить. Давайте. вперед все. Вперед. Сейчас мы им зададим жару. Кто-то бежит. Кто-то бежит, как бы, мудрец. Мудрец. Снимай книжками. Прибежал он к ней. Так, захват от меняется. Давайте улучшим вот эту дичь. Вот эту, точнее. Что необходимо. Пять камня. Пять камня стоит 200 золота. Копим. Хорошо. Мне не удалось убить валькирии, к сожалению. Хотя я их покосло сильно, но не удалось. Значит, нужно немножко подождать еще. Давайте построим беспашню. Иди строй. У нас новый титул. Теперь берсерк колонизирует области бесплатно. Что очень даже круто. Строим пир. Еще раз. У нас добыча летит всего. Параллельно желательно было вывышать это здание еще. 10 камня нужно. 10 камня это очень дорого. У нас негде добывать его просто. Ладно. Раз негде добывать, это лучший способ пойти забрать у кого-то другого. Идем. димана стало. Все грустные и невеселые. Так, хорошо. По идее ну как минус ну как минус то по идее скажите мне. Давайте отменим здесь отключим отменим торговлю. Купим себе еды в конце концов. Чтобы никто не голодал. Чтобы никто не грустил. давайте пойдем сломать. Армия целая стоит. Ну как? Хорошо. Не нужна армия тоже значит. Единственное из нашей армии. Все грустные и невеселые. Снахарь. Че сидишь везде везде. Но видите в этот раз с камнем не повезло очень сильно. Но вот реально я камень добыл весь который был. Просто нету больше камня. Ну нету. И что мне делать теперь? Улучшение любых зданий стоит камень. Я наконец-то наладил уже по идее и по всему остальному добычу, а камня просто нету. Нужно идти просто с кем-то бороться за жизнь, потому что нет камня. Впоселение на станет воином тоже. И ты станет воином. Сколько вас тут? И ты а ты и рубай на лицепилке. Идем захватывать. О, как раз. Самое время для врыва нас. Идем, идем. Покажем жару этим ребятам. Бесплатный захват должен быть. Так просто давайте убьем этого сильного. захватываем. Вхватываем. А ну стоять. Что ты там делаешь? Пашня наша будет если захватим шару. Круто. Круто ведь? Надеюсь не удут за это. Так что там уже такое? Ага. Благо он решил уйти. К счастью. Скажите мне, что я бесплатно захочу себя. Я буду очень рад. Если честно. Все настало лето. Что мы видим? Счастья у нас не прибавилось. Смотрю у нашей команды. Еда прибавилась. Дерево отбывается хорошо. Знах кого-то лечит. Женька уже лечит уже хоть на чем-то радует. Некоторые из бойцов under attack. Все. Хватили? Нет, почему-то хотят, что мы колонизировали еще это за деньги. Вот, давайте овец съедим. Кстати, овец почему-то не сели еще. О! Колонизируем. Лесорубы не становились жильцом обычно. Встал? Давай, быстрее, быстрее, быстрее сюда беги. Колонизируем. Ты беги сюда быстро строя башни. Нужно срочно строить башни. Причем желательно не одну, а здесь вот быстро, 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 быстро. так, надо заставить. Так, дерево у нас куча, давай, ты становись жителем обычным. Срочно, 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 срочно. Иди, остановись нахрен. Исцеляйте, берсерка. А еще один обычный дерево, наверное, пусть. Так, остановись нахрен. Ты, становись воином, иди, помогай, берсерку. Сюда, сюда, сюда. Так, а здесь может работать три мудреца, которые сейчас по технологиям быстренько меня сделают очень мощным парнем. Мне нужны три работника свободные. Три свободные работника. Они у нас где? Их у нас нет. Так, ты, мудрец, иди сюда, будешь становись. Так, один тут. Первого варом нету, рисуровав нету. поселяния. Один, второй, иди сюда. Тоже сейчас станет сюда, мудрецом, внезапно. Все, мудрецом просто, быстро становись. Угу. Хорошо. Сейчас мы все сделаем в лучшем виде. у нас добыча просто колоссальная становится этого дела. Давайте пробуем построить еще одну башню здесь. Можно ли? Нельзя. Ладно, хорошо. Тогда иди становись воином тоже. последний, если сыруб становись надателем топоров. Всех собираем здесь. Наша база цир. Прям нашу уже цир. собираться захватывать. Бежите, бегите, бегите, беги. Сейчас я вам устрою, ребята. быстро. Сюда те, кто могут воинами убить, бить. Вот, нормально у нас войска хорошая. сильная. Самое важное здесь эту территорию отбить. Архи важно. Ты уходи, исцеляйся там. нападаете, нападаете, нападаете. Так, вы сюда быстро. Еще одну башню наставить. Так, здесь у нас другие проблемы есть. Немаловажные. так, ты иди. Ладно, я понял, они не могут. Давайте сбегаем на базу, защитим ее от нападения этих злобных тварей. Так, что здесь? Каштав, зимой. давайте, 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 давайте. Вот, пришли защита. подойдет я, ты, я. Так, все, хорошо. Сделай теперь серка. Ты, крестьянин, иди, работай на ферме. На ферму. Еще один строит. Хорошо. У нас все хорошо, потихонечку. Откроем все углослоения. Уровень камня, железо, что-то такое страшное. Мне нравится. О, камень, железо, он нам. Супер. Это дает нам возможность улучшить и рынок. Улучшаем рынок. Еще один пассианин идет работать на рынок, больше золота будет. Здесь никто не работает, ничего страшного. Ты, иди работай. На рынке уже работают. Иди на ферму работай. Улучшенную. Какая вот эта лучшая, да? Тата, правильно. Ты, иди становись воином. Ну что ж, пытаемся. Пробуем. Я понимаю, что мы по славе уже не выиграем, скорее всего. Они все очень прокачались. Но он топорой с победой тоже этим технологиям сделал. Судя по всему, не успею уже. Красный. Тут очень нужно красного поднапрячь. Но я не вижу особо возможности это сделать. у него армия огромная. Огромное войско у него. Судя по всему, мы только вот к концу игры смогли собраться с силами и как-то вот собрать в войсках какие-то базовые, чтобы отдать бой. Потому что до этого все было крайне грустно. нахер кого-то и стреляет берсерка. Правильно. Все правильно, конечно, делается. Давайте пытаемся ворваться все-таки. Срываются на нашу территорию. Может, у нас получится. на нашу территорию. Сильный бьет. красный только в конце вырвался. Видите, к сожалению, к сожалению, мы проиграли. Можно продолжать играть, но это смысла не имеет. То есть, мы проиграли уже и все решено в этой игре. Такая вот игра, ребята. Я, конечно, понимаю, что я не выиграл и я немножко горел в этой игре, потому что я уже играю не первый раз, мне хочется выиграть, но пока не получается. Игра очень интересная, мне понравилась. Если вам понравилась игра, то ставьте лайки, подписывайтесь. Я думаю, что еще буду играть, буду пробовать. Если у вас есть советы, подсказывайте, потому что, видите, у меня пока не получается. Может быть, что-нибудь дельное подскажете, я буду очень благодарен. Спасибо большое за внимание. Всем пока.